Вардан, добрый день, еще раз, пожалуйста, есть ли у вас вопросы к нашим гостям? Да, вопрос есть. Вот я цитирую дословно вопрос от газеты «Ираунг» армянской. Следующий вопрос. Сейчас все говорят, что за так называемыми бархатными революциями стоят западные, если небольшие страны, то крупные организации. В таком случае, как постсоветские страны могут этому противостоять или все должны пройти через это бедствие? Ну, есть и некоторая доля правды в том мнении, которое вы сейчас озвучили. За одним исключением. За цветными революциями, а это не только бархатные революции, за цветными революциями вообще, стоят, да, стоят крупные корпорации в том числе и разного рода фонды, но не только они. Цветные революции организовывают иностранные разведки, и за ними стоят только спецслужбы. Вообще говоря, любая цветная революция – это операция, разведывательная операция спецслужбы. И, как правило, мы не знаем цветных революций французских, немецких, итальянских, но потому что их нет. Потому что та технология, которая позволяет обеспечить результат в цветных революциях, она одна, единственная – это изобретение американское, и только американские специальные службы умеют их применять. Поэтому если где-то начинаются процессы, начинающиеся сильно смахивать на цветную революцию, за ними стоят только американцы. Даже у британцев это сделать не получается.